Перед тем, как погрузиться в наш обзор, не забудьте подписаться на мой Дзен канал и вступить в мой чат в Ватсапе. Чтобы участвовать в конкурсе, обязательно оставляйте комментарий под видео. Помните, что в письме роликах должно быть хотя бы по одному вашему комментарию, иначе вы автоматически не сможете участвовать в розыгрыше. Боня на обзоре – замечательная распродажа чайных пар советских времен. У нас представлены настоящие сокровища, большинство из них с прекрасной ручной росписью. А цены варьируются от 1000 до 1500 рублей за пару. Все изделия находятся в идеальном состоянии, без колов, трещин и других повреждений. В этом видео я покажу вам чайные пары от самых известных советских заводов, таких как Вербилки и Дулёва. Это отличная возможность пополнить свою коллекцию или выбрать подарок для близких. Если вас заинтересовало какое-либо из изделий, мы с радостью отправим его по всей России. Просто пишите нам на Ватсап. Итак, давайте начнем наш обзор и посмотрим, какие чайные пары ждут вас. Показ начнется с чайных пар стоимостью по 1000 рублей. Где-то я слышала, что такой рисунок называется «Огненный цветок». Но вот с Вербилками все сложнее и тяжело найти название рисунков и авторов. В нашем показе представлены две чайные пары, выполненные в разных формах, что позволяет нам увидеть, как по-разному расписываются чашки, несмотря на идентичный рисунок. Яркие мазки, амбилие золота, его абсолютно не жалели, а алый цветок, раскрашенный с мастерством, привлекает внимание. Первая чайная пара, выполненная на юбочке, с ручкой в виде запяток. Роспись охватывает всю чашку, а также и блюдце. Белоснежный фарфор, клеймо «Лось» ставилось между 1965 и 1970 годом. Вторая чайная пара имеет такой же рисунок, но другая форма. Ручка очень необычная, а сама чашечка напоминает бочку с красивой угловатой округлой ручкой. Здесь вы можете заметить, что алый цвет в этой паре намного ярче. И внутри чашки тоже много золота, что придает ей особую атмосферу роскоши. Обе пары имеют одинаковое клеймо и стоят по 1000 рублей. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите меня на WhatsApp. Следующие советские чайные пары – это изысканные экземпляры с изображением синих гвоздик, выполненные с ручной росписью. Эти пары примечательны тем, что, хотя и представлены в двух разных формах, но рисунок на них остается неизменным. Первая форма широко известная под названием «Стандарт». Была разработана шабановым. У нее характерная ручка с хвостиком, и ее высота немного превышает чашечку второго типа. На блюдце этой пары можно увидеть богатую роспись, которая продолжает свой путь к чашке, обрамляя ее изящные линии. Золотые акценты внутри изделия и на подрисовках ручек придают этим чайным парам особый шик. Вторая форма чашечки отличается тем, что она низенькая и имеет квадратную ручку. Она притягивает взгляд своей простотой и элегантностью. Золото внутри этой чашечки, как и в первой, создает атмосферу торжественности. Яркие цвета гвозилька в сочетании с красными точечками на гвоздиках, а также цвет охры с черными подрисовками делают эту чайную пару поистине уникальной. Чайные пары с клеймом ДФЗМ. Ставилось это клеймо с 1954 года по 1965 год. Эти чашечки поистине старинные и редкие экземпляры, которые сложно найти в наши дни. Пары по 1000 рублей. Каждая такая пара не только предмет сервировки, но и маленькое произведение искусства, хранящее в себе частичку истории. Следующая чайная пара – это истинное произведение искусства, выполненное в стиле арт-деко, которое привлекает своим уникальным сочетанием утонченности и смелых геометрических форм. Угловатая ручка и форма, напоминающую бочку, придают ей особый характер, а обилие золота внутри чашки создает роскошное ощущение. Особое впечатление производит богатая роспись в малиновом цвете, заполненная изысканными золотыми подрисовками и контрастными черными элементами. Эти детализированные акценты делают каждую чашку и блюдце настоящим шедевром. Белоснежный фарфур служит великолепным фоном для яркой и насыщенной палитры, подчеркивая утонченность дизайна. Форма этой чайной пары называется кузнецовская и встречается не так часто, что, безусловно, добавляет ей ценности для коллекционеров. Если вы собираете различные формы, особенно от вербилок, то этот экземпляр станет кристальной каплей в вашем собрании. Климо ведь в лосе. Чайная пара была создана примерно в период с 1965 по 1970 год. Обратите внимание на мастерство. Росписи чашки видно, как каждый мазок нанесен с любовью и вниманием к деталям. Цена такой чайной пары 1000 рублей. Следующая чайная пара. Сначала стоит отметить, что данная изделия обладает характерной росписью, хотя в ней можно заметить влияние другого знаменитого – завода Долева. Роспись чашек выполнена вручную, и в ней отлично прослеживаются тонкие переходы между оттенками, от светлого розового к более насыщенному. Это создает впечатляющую игру с цвета, особенно в сочетании с зелеными листьями и золотыми горошками, которые добавляют изделию изысканности. Форма стандарт, созданная автором Шабановым, идеально гармонирует с уникальным дизайном. Однако то, что мне особенно понравилось в этой чайной паре – это блюдце. Оно имеет два тонких золотых ободка, что придают ему элегантный вид. Кроме того, рисунок в центре блюдца. Это что-то притягательное и загадочное. Чайная пара, выполненная из белоснежного фарфора и клеймо лось, что указывает период с 1965 по 1970 год. Цена такой чайной пары – 1000 рублей. Поэтому, если вас заинтересовало, пишите мне на WhatsApp. Чайная пара, о которой я хочу рассказать, выполненная на форме стандарт автора Шабанова. И по-своему уникальна. Она притягивает взгляд своей утонченной красотой и сочетанием холодных оттенков. Основным цветом чашки является сдержанность серы, которая удивительно гармонирует с ярким малиновым цветком. Выполненном в технике ручной росписи, именно эта деталь добавляет свежести и живости всему изделию. Чашка щедро украшена широким золотым ободком, а яркое расписанное блюдце завершает ансамбль, создавая непревзойденный дуэт. Несмотря на то, что пара имеет что-то общее с кузнецовской предыдущей парой, она тем не менее выделяется своей индивидуальностью. Сначала у меня были две такие уникальные чайные пары, но сейчас осталась только одна. Я регулярно показываю изделия в чате ватсапе, где мои подписчицы общаются. Каждый вечер я устраиваю показы, на которых можно увидеть изделия и, возможно, найти что-то по душе. Если вы хотите не упустить возможность приобрести эти чайные пары из распродажи, то присоединяйтесь к нам. Ссылку оставлю в комментариях ниже. Если же у вас не получается подключиться к чату, не переживайте, пишите мне на ватсап. Я с радостью пришлю вам индивидуальное приглашение. Данная чайная пара изготовлена из белоснежного фарфора, имеет клеймо, датируемое с 1965 по 1970 год. Цена этой пары 1000 рублей. Не упустите шанс стать обладателем этой красивой и редкой вещи. Мы еще вернемся к чайным парам от вербилок, а сейчас рада представить вашему вниманию удивительные долевские чашечки, которые станут настоящим украшением вашей коллекции. Первая пара – это яркий и насыщенный дуэт, наглядно демонстрирующий великолепие астр или георгинов. Она выполнена в форме шпиль, которая отличается вытянутыми большими чашечками. Идеальный вариант для ежедневного использования. Рисунок чашек изумляет своей палитрой розово-голубые тональности, создают притягательный контраст и подчеркивают очарование цветочных мотивов. На чашке красуется яркая астра, а рядом с ней синий цветок, который добавляет глубины и богатства композиции. Умелые черные подрисовки и золотые акценты делают декор еще более выразительным, а тонкий золотой оботок внутри чашки добавляет изысканности. Не менее впечатляющие блюдца. На зеркальце здесь прямо расписано астром. Клеймо «Сокол» с 1968 по 1970 год. Цена этой изысканной пары 1000 рублей. Следующая чайная пара «Дулёва», известная под названием «Подснежники», действительно имеет некоторые схожие элементы в росписи с предыдущей парой. Обратите внимание на гармоничное сочетание розовых и синих оттенков, а также на выразительные черные подрисовки и золотые акценты, которые придают изделию утонченность и элегантность. Форма этой чайной пары, названная «Колечко», была разработана автором Гузановым и впервые представлена широкой публике в 1963 году. Форма отличается необычным и игривым дизайном, что делает ее очень привлекательной. Замечательно, что у колечка бывает не так часто, что добавляет ей дополнительную ценность для коллекционеров и любителей фарфора. Внутри чашки вы можете увидеть богатый широкий ободок из золота, что придает изделию особый шарм. Блюдце также радует глаз. Роспись на зеркальце очень яркая и красочная, создавая настроение и подчеркивая общий стиль чайной пары. Климо «Сокол», используемое с 1968 по 1970 год. Такая чайная пара стоит 1000 рублей, поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Все пары, которые сегодня предлагаются в нашем ассортименте, у вас есть возможность приобрести их по несколько штук, будь то 2, 3 пары или даже больше. Это отличный шанс дополнить ваш сервис или же сделать подарок близким, если у кого-то не хватает нужных чайных пар. Сейчас у нас осталась всего одна вариация чайных пар. Цена тоже 1000 рублей. Эта пара оформлена горошек, который вызывает теплые воспоминания из детства. Оранжевое крытье с белыми горошками придают уют и атмосферу. Дайте внимание на изящное белоснежное блюдце. По клейму это «Полтавский фарфоровый завод». Изделия этого завода не часто встречаются в наших краях. Это станет настоящим жемчужиной вашей коллекции. Форма данной пары очень красивая и вытянутая, а ручка напоминает запятую. Это добавляет изделию особый шарм. Крупный горошек на оранжевом фоне создает яркий и стильный акцент, а внутри много золота. Не упустите шанс сделать этот уникальный предмет частью вашего домашнего уюта или коллекции. Цена пары – 1000 рублей. Переходим к более редким чайным парам, стоимость которых составляет 1500 рублей. Чайная пара – красочная агашка. Обратите внимание на необычную форму чашки. Она низкая и широкая, что придает ей эффектный вид. Роспись на чашке поражает своей яркостью и насыщенностью. Малиновый цвет, дополненный зелеными оттенками, создает неповторимый контраст. Кроме того, в декоре активно используется золото и черный цвет, что добавляет изделию шик и элегантность. Для чашки наблюдается золотой элемент. Широкий ободок вносит дополнительную изысканность. Блюдце также впечатляет. Его белоснежный фарфор щедро украшен росписью. И здесь старое клеймо завода «Песочная». Широкий ободок блюдца обильно украшен золотом. И детальная роспись делает эту чайную пару поистине уникальной. Цена такой чайной пары 1500. Поэтому, если вас интересовало, то пишите мне на WhatsApp. Сегодня я хочу поделиться впечатлением одной из самых необычных чайных пар, которые мне довелось увидеть на сегодняшнем обзоре. Эта уникальная чашка поражает своей вытянутой формой, придающей ей элегантный и нестандартный вид. Особенно интересна ручка. Она овальная и выполнена с необычным изяществом, что добавляет изделию особый шарм. Ясно говоря, таких чайных пар мне ранее не встречалось. И я не могу не предположить, что автор, создавший эту красоту, был вдохновлен стилем ар-деко, сочетанием геометрических форм и роскошных деталей. На чашке можно увидеть ручную роспись, выполненную с безупречной техникой. Золотые акценты, которые обрамляют голубые мазки, делают ее визуально привлекательной и столь же утонченной. Особенно впечатляет тонкий золотой ободок внутри чашки, который создает контраст с ярким красочным блюдцем. По клейму это Минский парфоровый завод, который не часто встречается среди моего ассортимента. Это клеймо стало ставиться с 1968 года, указывает на возраст и уникальность этой чайной пары. Как коллекционер я всегда ценю такие редкие находки, и в моем собрании такая чайная пара тоже есть. И уверенно могу сказать, что данная пара точно заслуживает быть в каждой коллекции. Цена до кучейной пары 1500. Сегодня хочу поделиться с вами двумя последними чайными парами от вербилок, которые стали настоящим украшением сегодняшнего обзора. Особенно хотелось бы выделить одну из них, так как я никогда раньше не встречала такой красоты. На чашке изображены малиновые астры. Это не просто деколь, а здесь применены золотые подрисовки, которые обрамляют ободок и украшают ручку. Так на рисунке прослеживается золотой необычный декор. Зачетание с насыщенными цветами и синим фоном создает впечатляющий контраст, который невозможно не заметить. Блюдце тоже оформлено в том же ярком и красочном стиле, а его края изысканно обрамлены рисунком, что делает всю пару поистине уникальной. Форма чашки стандарт, разработанная автором Шабановым, выполненная из белоснежного фарфора, который так приятно держать в руках. Клеймо лось. Период с 65 по 70 год и цена пары 1500. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите меня на WhatsApp. Сегодня мне хочется завершить обзор чайных пар одной из самых ярких и запоминающихся моделей. Эта пара действительно выделяется своим насыщенным цветовым оформлением, гармонично зачитая в себе различные оттенки, которые идеально дополняют друг друга с остальными чайными парами. Здесь мы можем наблюдать зеленые тона золота, малиново-розовый цвет, а также яркий синий акцент. Все это создает великолепный визуальный эффект. Особое внимание стоит уделить толстой золотой кайме, разделяющей пространство внутри чашки. Форма стандарт придает паре элегантный вид, а ручная роспись с живыми мазками добавляет индивидуальности к каждому изделию. Ручка чашки словно крылышко, завершает общую картину, придавая ей особое очарование. Не могу не отметить и блюдца. Его роспись выглядит настоящим волшебством. Каждая деталь продумана до мелочей, что делает этот предмет искусства настоящим украшением любой сервировки. Клеймо «Лось» выпущено в период с 65 по 70 год. Эта пара выполнена из белоснежного фарфора, удивила меня своим разнообразием и яркостью. Она отлично сочеталась с другими экземплярами, представленными сегодня. И, безусловно, стала бы жемчужиной в любой коллекции. Такие были сегодня чайные пары советского периода. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. И, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи!